МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». В жизни разные, в танце равные. По таким девизам проходил фестиваль в Москве, в котором лауреатом стал коллектив из Саратова «Вдохновение». Добрый вечер. Это программа «Живи». Меня зовут Ирина Пегусова. И у нас в гостях сегодня художественный руководитель коллектива «Вдохновение» Анатолий Анатольевич Тимофеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про инклюзивный танец. Что это такое и чем он отличается от танца, например, просто на инвалидных колясках? Ну, инклюзивный танец, он подразумевает в себе не только использование коляски, а различные виды ограничений, люди с ограниченными возможностями, не просто так инвалидность. Поэтому вот в колясках у нас, например, в нашем коллективе иногда участвуют и люди, которые могут ходить, но у них другие какие-то отклонения или другие нарушения. И в качестве физиотерапии, в качестве реабилитационных моментов мы усаживаем их в коляске, грубо говоря, и они у нас катаются и танцуют, сидя в колясках. Вообще пара танц достаточно сейчас сильно развивается в России и в Саратове в том числе. Наш ансамбль вот неоднократно участвует в различных коллективах, в различных конкурсах. Самым ярким это в прошлом году мы были на конкурсе, на международном конкурсе танца. Инклюзив Дэнс, да, в Москве, где представляли две пары нашего ансамбля. Это Александр Комиссаренко и Леся Коломиец, Денис Зайц и Анастасия Белоусова-Ланина. Девушки, они являются как бы здоровые люди, а партнеры сидят в колясках. И нам было важно попробовать свои силы на этом уровне. Достаточно широкий диапазон был участников конкурса. Сколько было участников? Я сейчас так даже не вспомню, но более 200. То есть достаточно были много представителей различных республик России и областей. И тем не менее мы вошли в галоконцерт. В галоконцерт входят только сильнейшие пары и сильнейшие коллективы. И был конкурс импровизации, в котором мы вошли в шестерку лучших исполнителей. В чем заключался конкурс импровизации? Понятно, например, что постановочный танец на коляске, он ничем не отличается от обычного танца. Это отрепетированное, такое выступление готовое. А импровизация? Абсолютно верно. Постановочный номер готовится заранее и много репетируется. И, собственно, мы и прошли по нему заочно, по этому отрепетированному номеру в галоконцерт. Потому что был отбор, и приглашались именно те коллективы и те исполнители, которые проходят автоматически в галоконцерт. И был конкурс импровизации, в котором невозможно подготовить исполнителя с программой, с номером, с движениями, с танцем. То есть тут нужно чувствовать партнера, чувствовать музыку, уметь уловить движение партнера и быть единым целым с ним. Тут сложность в том, что каждый фрагмент, в который включается музыка, ты должен исполнить какую-то свою композицию. Она должна иметь более-менее законченную форму. А проверяется на то, чтобы вот эти вот законченные формы не были похожи, например, на свои постановочные танцы? Это приветствуется, и, собственно, к этому и стремится конкурс импровизации. Потому что чаще всего все используют какие-то заготовки, которые где-то там что-то исполняли. Как-то я просто наблюдал очень много за этим конкурсом, и не только за этим. И конкурс импровизации всегда, как в хореографии говорится, самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. И поэтому многие пользуются этим. И нам удалось как бы избежать этого. Конечно, существует определенный подход к партнеру, определенные захваты, определенные позировки, положения, переходы. Это используется везде и всюду. И является одним из таких моментов, которые подготавливают импровизацию. Давайте поговорим о самом коллективе. Сколько сейчас участников? Кто эти люди? Как часто проходят тренировки? Ну, какая-то такая общая информация о них. Коллектив у нас достаточно вырос. У нас 8 танцоров на колясках и 8 танцоров без колясок. Танцоры без колясок – это в основном здоровые люди. Мы сейчас привлекаем еще людей с ограниченными возможностями, не колясочников в наш ансамбль. Это тоже, да, инклюзивные танцы, они предполагают такую возможность? Конечно, да. Я знаю, очень много таких коллективов, маленьких-маленьких появляется сейчас, в которых смешанные пары. И один сидит, а второй танцор, но он тоже не является здоровым человеком. Наш коллектив развивается, растет, большая программа у нас, достаточно, надо сказать, большие, теплые, добрые слова в сторону Министерства социального развития, которое дало возможность нам использовать такие мобильные коляски для танцев. Давайте тогда скажем телезрителям, что это особенные коляски, это не просто прогулочные коляски. Абсолютно верно, да, потому что существуют облегченные коляски для инвалидов, активного вида, в которых они передвигаются в жизни и в быту, и на улице. А для танцев, как, собственно, и для спорта, существуют специализированные коляски. Это достаточно дорогостоящий роскошь. Сколько цена коляски? От 70 тысяч, вот, я знаю, то есть мы пытались приобрести самостоятельно, но нам не удалось, вот, и то, что нам предоставил вот центр и Министерство социального развития, конечно, это большое дело, это большой подспорь для нас. Нам приходится, конечно, перескакивать с одной коляски на другую, потому что на всех не хватает, и приходится по очереди репетировать номера. Это достаточно сложно и для исполнителей, и для меня, потому что процесс репетиции затягивается. То есть им нужно же еще и помочь, они, в большинстве своем, стараются сами это все сделать. Но не всегда это удается. Ну, а что касается исполнителей колясочников, то это большие трудяги, это огромные, работоспособные, такие мощные машины, с которыми можно двигаться во всех направлениях танцевальных, потому что мы сейчас осваиваем, пожалуй, я могу сказать, что это единственный у нас сейчас в России коллектив, наш коллектив, который использует танцы различных направлений. Обычно танцы на колясках – это бальный танец. И все? И все, да. Что делаете вы? Мы попробовали, и у нас стало получаться народный танец. Мы сейчас занимаемся модерн-танцем, соединяем его с различными другими направлениями. Естественно, эстрадный танец. Ну, и как нам не хотелось, но нам пришлось, мы стали заниматься бальным танцем. То есть мы не делали главенствующую роль этого направления. И, собственно, я как бы держался на дистанции от этого направления. Но поскольку инклюзивный танец в первую очередь появился как бальный танец, мы должны владеть им, и сейчас мы стали заниматься этим направлением. Ну, что касается участников коллектива, то надо отметить их большую работоспособность. Я работаю во многих сферах области образования и культуры, молодежной политики. И преподаю танец в учебных заведениях и в дворцах творчества. И я не встречал нигде такой самоотдачи, такой большой работоспособности исполнителей. А с чем вы это связываете? Вы знаете, в какой-то степени, мне кажется, что эти люди пытаются доказать, что они способны конкурировать с другими. И они ничем не отличаются от них. И им это удается. Анатолий Анатольевич, давайте как раз сейчас посмотрим сюжет небольшой о этом мероприятии. С удовольствием. Обыгрывая каждый акцент музыки, они словно плывут по сцене. Поворот головы, взмах рукой. И кажется, что все дается очень легко и непринужденно. Но с плечами у танцоров два года тренировок. Ансамбль «Вдохновение» – единственный в Саратове коллектив, где люди исполняют танцы в инвалидных колясках. Занятие проходит в Центре реабилитации «Парус надежда». Специально для этого было закуплено пять колясок, которые адаптированы для танца. На сегодняшний день именно вот это вот понятие инклюзивности, оно стало достаточно интересным. Потому что здесь же, понимаете, я думаю, когда вы смотрели, вы тоже это почувствовали. У творчества и у таланта у него нет преград и нет проблем. Вы же смотрели сегодня и замечали, и видели, наверное, не то, что люди в колясках танцуют для вас, а видели, что это действительно настоящая творческая работа. И вот это имеет значение. Это очень важно. Танец тоже является своего рода терапией. Ведь через движение человек выражает свои эмоции. Что сложно сказать словами, можно протанцевать. С начала года здесь реабилитацию проходили более 500 человек. И у каждого была возможность попробовать себя в танце. Сейчас основной состав ансамбля – 8 человек. Все ребята, которые сегодня составляют основной гостяк, вот эти 8 человек, они пришли именно из реабилитационных курсов, когда приходили сюда, приехали просто, так скажем, подлечиться, психологически себя поддержать. А увидев репетиции танцевальщиков, попробовали себя и остались, и приезжают, и занимаются. Им это очень нравится. Над постановками работает целая команда – художественный руководитель ансамбля и волонтеры. Каждое движение адаптируется для исполнения в кресле-коляске. Чтобы лучше понимать своих учеников, Анатолий Тимофеев сам садится в кресло и пробует повторить движение. Работать с инклюзивными танцами хореографу интересно, хотя он никогда не думал, что будет делать такие постановки. Для меня важнее, чтобы не эмоции, не техника, а чтобы улучшал здоровье людей, развивались мышцы, которые не развиваются. Вспомнили работу мышц, те, которые забыли эту работу. Ну и как-то обогатить их возможности движения, чтобы они не чувствовали себя скованными. Дальше, конечно, для меня важнее эмоции, а уже потом техника. Снова полюбить жизнь и принять себя такими, какие они есть сейчас, этим людям помог танец. И пусть это для них нелегко, но огонь в глазах и счастливые улыбки стоят затраченных усилий. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». Это снова программа «Живи». Меня зовут Ирина Пегусова. Сегодня мы разговариваем про инклюзивные танцы с художественным руководителем коллектива «Вдохновение» Анатолием Анатольевичем Тимофеевым. Здравствуйте еще раз. Давайте продолжим. Расскажите, пожалуйста, какую-то историю, возможно, связанную с вашими танцорами. Ну, я могу рассказать самое первое свое впечатление об этом коллективе, потому что когда я пришел работать в центр, коллектив уже существовал, было четыре танцора. Это Александр Комиссаренко, Ирина Иванова, Виталий Радякин и Светлана все время меняет фамилию Габова. Она тогда была. Я вас переживу, простите, то есть вы впервые столкнулись именно с танцами на колясках до этого? Да, я до этого никогда этим не занимался и даже не интересовался. Меня попросили просто их помочь, им помочь к открытию центра. У них был какой-то номер, педагог, который с ними работал, ушел, и, собственно, они остались сами по себе. Недоподготовленные такой номер. Недоподготовленные, да. Я пришел к ним посмотреть, и сначала я не соглашался очень долго, потому что это не мое, как бы, было, и я считал, что это вообще очень сложно и безумно трудно, поэтому я очень долго сопротивлялся, но потом как-то внутри себя, я думаю, тебе же не трудно помочь, там, поправить руки, там, голову, они же сидят, танцуют, уже они знают, что делать. Вот, когда я пришел к ним смотреть первую композицию, которую им поставил предыдущий преподаватель, вот, я сначала ничего не мог им сказать, потому что я был ком в горле, когда я увидел вот это вот исполнение людей на колясках танца, под такую трепетную музыку, мой ласковый нежный зверь, этот вот свадебный вальс звучит, и они появляются на площадке, начинают перестроение всевозможных движений руками, и я чувствую, что вот действительно комок в горле у меня появился. Что это настоящий танец? Что это танец, выражающий эмоции не внешние, а внутренние. Вот. И тогда меня это вот сразило, и я решил, что я останусь совсем с ними, потому что они такие самотверженные бойцы, вообще о них можно много говорить, потому что они все большие трудяги, они, ну я не знаю, можно о каждом много говорить, они живут далеко все, не очень приспособлены на их условия жизни. Вот Дениса иногда мы встречаем и провожаем, он живет на первом этаже, но лестница, по которой он поднимается домой, настолько крутая, что здоровый человек не может подняться. Спуск в подъезде, в котором он живет, для экстремального спуска на роликах или на чем, я не знаю, я бы хотел, чтобы люди, которые вот это делали, сами попробовали это сделать, сели в коляску и спустились на этом спуске, и тогда бы все стало на свои места. То есть это спуск подготовленный для колясочника, вы имеете в виду? Ну якобы да. То есть это пандус, видимо? Да, но он настолько крутой, он почти вертикальный подъем, то есть как колясочнику тут там подняться, вот тут, может быть он не предполагался, конечно, как пандус, хотя тогда возникает вопрос, зачем он там? Чего? Да. Вот, достаточно сложно Денису, у него и с позвоночником проблемы, большие у них, собственно, у всех с позвоночником проблемы, вот, поэтому мне приходится иногда аккуратничать, хотя я стараюсь не давать возможности им чувствовать себя инвалидами. Вы как-то по-разному тренируете обычных танцоров и вот танцоров на колясках? Ну, знаете как, сначала да, сначала да, когда человек появляется у нас в коллективе, это вот Марина недавно появилась, Алексей, вот, мне приходится осторожничать, ну, во-первых, для того, чтобы мне выяснить возможности и способности человека, вот, соответственно, найти с ним психологический контакт, вот, а затем я не делаю никакой градации, я работаю с ними одинаково, так как со всеми. Сколько длится такая тренировка? Вот вы говорите о том, что она длится дольше, потому что необходимо пересаживаться с коляски на коляски? Она длится от полутора часов до двух, до трех часов. Это же тяжело физически, потому что, вы сами говорите, у них проблемы с позвоночником. Да, это физически очень тяжело, при том, что они едут все издалека, они, многие приезжают на своих машинах, то есть, вот у них какие-то есть, у Саши Ака, у Леши есть тоже своя машина, Марину возит муж, Свету возят там знакомые, Ирина приезжает на такси из базарного Крабулака, два раза в неделю она приезжает сама. Чтобы участвовать в ваших репетициях. Чтобы участвовать на наших занятиях, да, быть. Вот. А очень интересные сами по себе они люди, очень интересная судьба, они интересующиеся и увлекающиеся люди Света, занимаются бисероплетением. Она делает необыкновенные, например, композиции. Из листьев там всякие у нее бисером сделаны цветы. Самые лучшие подарки у меня от этого коллектива это сделанные руками Светы. Валя у нас рисует необыкновенно, вяжет крючком, она связала мне какие-то салфетки, нарисовала какие-то картины. В общем, они люди, интересующиеся жизнью во всем ее проявлении, во всем ее объеме. И это очень подстегивает меня. Как раз я хотела спросить, а вам это зачем? Вот. Зачем это мне? Мне, вы знаете, как, мне, видимо, как специалисту, как хореографу, это важно было для самоутверждения, в первую очередь. Но затем, когда я проработал год с ними, я понял, что никакого самоутверждения здесь рядом не стоит. Я получаю моральное удовольствие от того, что я общаюсь с ними. Я получаю удовольствие от того, что я имею возможность творческого самовыражения. «Танцы на колясках» это очень интересный пласт хореографии. И я думаю, что он еще о себе очень много чего скажет, яркого, интересного. И наши участники нашего коллектива будут одними из первых людей, которые заявят о себе в «Танцах на колясках». Спасибо огромное еще раз, что пришли к нам. Спасибо за ответ на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Живи», которую провела для вас сегодня я, Ирина Пегусова. Я напоминаю, что если вы готовы помочь кому-то из участников нашей программы или героев, о которых мы показываем сюжеты, пишите по электронному адресу, который вы сейчас видите на экране, или звоните по телефону. Помогайте друг другу, это очень важно. Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». ОАО «Автокомбинат номер 3» и расчет, «Ирина Пегусова» Обоградский мир They are saved but в трубках любимый при доме,